Приветствую вас. Давайте разберем наш вопрос. Помогите, пожалуйста, разобраться и отпустить, быть может, ситуацию. В этом году я поздравила мужчину с 23 февраля по телефону, купила и хотела подарить ему подарок. Но накануне, до праздника, до мужчины не смогла дозвониться. Сначала не отключала, потом забрасывала звонки. Все-таки потом ответила, что сильно занят, хотя видела в это время, как ему звонило, проезжая мимо его работы, что он уезжает куда-то, мог бы и ответить. Сам перезвонил уже через 3 часа. Когда я уже набрала трубку, разобиделась, что звонки мои сбрасывал. В праздник отправила ему смс с поздравлением. Он спасибо не ответил. Через 2 дня позвонила ему опять сама, ответил, слуха, поблагодарил за поздравление, сказал, что опять некогда ему разговаривать. Все, я больше ничего не стал не говорить, не предлагают подарок. Мне очень неприятно было, потому что в течение от него полно накануне 8-го моста он мне звонит и говорит, мол, у меня есть подарок для тебя, я приеду и подарю его тебе. Я прямо почувствовала какую-то умысл в этом, но думала, приедет и я ему подарю. Но он так и не приехал, как обещал, вообще пропал после этого. Я ему отправил смс, что он как-то некрасиво поступил, пообещал. Ответа не привета. Ситуация смехотворная, вроде бы мы уже не дети, на что обижаться мужчине. За 50 лет, мне 43, позвонила ему в 50-м неделе после того, как он исчез. Но он трубку не берет, видишь, с ним все в порядке. Прокомментируйте, пожалуйста, уважаемые эксперты, не учили делать только подарок и было. Я бы его подарил обязательно, он же сам меня игнорировал, просто неприятно на душе. Общались несколько лет, всегда его поздравляла, дарила что-то. Это такое поведение. Он мне в том году ничего не подарил, я не обиделся, не обиделся на это. Потом оказалось какую-то помощь, что зачем, говорит, что приедет ко мне с подарком и пропадает. Низыч что ли хотел попальнее сделать. Ну смотрите. Ответ достаточно простой. То есть как бы речь идет в общем и целом о высокоформализованных отношениях. То есть как бы в том случае, в тех случаях, когда отношение достаточно узким, по развитию коммуникации, то там довольно такой же узкий спектр. Появились неоправданные ожидания, разбились они о разочарования и началась попытка компенсации. Слушайте, есть родительская позиция с вашей стороны? Это когда вы говорите о том, что мог бы я ответить. Мужчина это мотивирует на то, чтобы вести себя с вами как ребенок. То есть если вы ведете себя с ним как родитель, то он ведет себя как ребенок. Ну и есть у меня ощущение, что подарки друг другу вы хотели подарить больше для самих себя, а не для друг другу. Тут тоже такой момент. В целом, как мне кажется, в этом заключается одна проблема. Вот, то есть вы вот в этом смысле такие грабли наступает здесь. Вот то, что хочется вам сказковать. Боль, отпустить ситуацию можно только непосредственно в индивидуальной работе. Так это сделать мало реально, потому что вы уходите в привычную канву, в привычную модель поведения. Такая история здесь. Я бы сказал. Я бы сказал. Эээ, вот. То, что, на мой взгляд, вам важно мне было сказать. Вот. Ну, вы делаете классическую ошибку. Здесь вы пытаетесь понять человека, а разобраться нужно в себе. Вот. Вот. Вы пытаетесь понять человека. Вот это вот выдает у вас некую такую отстраненность от своей эмоциональной сферы. И незнание себя. Вы как бы на себе, вот. Ну, сам сам на себе, вы как будто бы здесь, ну, незнакомы. Вот. Вы заменяете, замещаете это некими директивами, мог бы ответить обидами и попыткой человека понять. Объяснить его модель поведения. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Учитесь замечать, что происходит лично с вами. Учитесь с этим обращаться. Помогет это сделать как раз таки психолог в индивидуальной работе. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам сейчас над собой работу. Удачи вам. Спасибо за просмотр. mith AJP Продолжение следует...